Здравствуйте, Горик Анатольевич. Продолжим наш второй день. Это заключение первой половины дня. Тема, конечно, всем понятная. Идельное учение Махана, которое предусматривает учение, что учение Абдио и Даня Декрин, оно вышло из одного источника, и одних и тех же учителей, которые давали тайные зенитические знания. Если мы начнем удивить, то мы тогда будем удивить Моисея, представлять себе Соломона, Христа, Богу, Кришну. И так мы все и разделим. А ведь эпоха сама, эпоха синтеза, потому что садия юга, она действительно пробуждает сознание человека, весна сознания наступает, тогда, когда происходит синтетическое мышление. И для этого, в общем-то, главной целью нашей эпохи является обрести в сердце свое сотрудничество. А для сотрудничества нужно вот такое глобальное видение мироздания и бытия. Вот, по-моему, уже ни у кого не осталось мысли о том, что Будда, Христос, это разное учителя. Уже ни у кого не осталось. Время, значит, весны действительно пришло. И сознание требует утончения, расширения, трансформации для того, чтобы человек способен был внещать. А для внещения необходима процесс познавания. Можно калачатого на экране? Будда давал свое время систему химиян, малую крестницу. Это то, о чем говорил предыдущий докладчик, говоря о том, что время само по себе, оно диктует свои формы, свои условия, новый какой-то элемент, который должен ассимилировать человек в своем сознании. Время, если сознание пришло, человек начинает принимать новый элемент или вступление, можно так сказать, нового солнца, которое освещает просто новый этап развития человеческого сознания, который рассоединяет духом и теле в своем сознании, что и означает соседность. Махаяна, это уже последнейшая выдача знаний Шамбала. Махаяна как раз и предусматривает этот аспект тогда, когда возможно в новой эпохе Водолея действительно синтезировать эти знания. И в этом смысле Махаяна дает сразу два представления. Она дает Дхарана закон, всевичный закон, для всего сущего этот закон, и карму, которая творит только свободная воля человека. Ничто другое в волне эволюции человечества не способно творить карму. Ни животное, ни растительное, ни минеральное царство. Оно выпадает из этого потока. Оно зависимо. Нижшее царство природы зависимо от роли человека, от его эманации, мысли, крестин и слова. От этого зависит вся природа. Включая и элементальный мир, или элементальное царство природы. И вот можно на колесе времени, на калачае, вам показать систему Дхараны, самого вечного закона. Он символизируется зодиака, в котором находятся главные эрафанты. На каждой петилеточку. Это справедливость, лошадь огненная, коза, желтая, черная, которая символизирует любовь. И так последовательно, мы видим в каждом секторе своего эрафанта. И они идут против часовой стрелки. Если вы заметите, что огромные цифры, они идут против часовой стрелки, а уже последовательно идет в виде недан творения кармы. Карма, неданная, олицетворяет причинно-следственные средства. Это то, что творит человек, его свободное умение. Если человек творил в лунной своей волне эволюции, когда он проходил живу на царстве природы, он творил землю, закладывая вот эти вот сами причинно-следственную связь, которая должна проявиться, была на планете Земля в ее первом, втором, третьем глобусе, когда творились первая раса, вторая, третья раса проявлялись. Они как раз вот это вот и заложили лунное человечество. Осмысленно и заложило в мире не так сказать. Эмманация своей заложила процесс развития волны эволюции на планете Земля, лунное человечество. Поэтому первые три расы, первая, вторая, третья расы, они, собственно, и были лунными расами. И вот символы на этой все времени символизируются луна и солнце. Они аспекты глобного и земного человечества. Так вот, как раз когда мы входим в затеню вошли в мир, творим новое настроенное тело, прежде всего, нового человека, уже насчет говорили прежние плачки, творим вот этого нового человека. Но я бы хотел вас самое главное привлечь к тому, что этот символизм возможен был лишь только произвести вот этот фрон в Сибири. Это те земли, которые путешествовали Николай Константинович со своей семьей Ирина Ивановна. Как раз вот эта экспедиция, она прошла и заложила вот эти камни. и в общем-то обозначила землю Сибири, Монголии, Китая, охватывая вот эту территорию, которая считается новой землей. Где вот этот синтез возможен? Сибири, и, конечно, Владимир Анатольевич Розвих, Лебакар, вот как раз тот представитель, кому удалось вот это вот систематизация казалось бы несистемного такого произведения, как тайная доктория. Очень сложно она систематизируется. систематизация происходит не на участии вот этого пятого солнца, другими словами, мыслителя высшего манаса, одухотворенной нашей способности сознания, или, другими словами, можно сказать, духа. Вот это явление духа и сего связан как раз с этим процессом вхождения в эпоху Водолея. И синтезировать могли лишь только тот человек смог это сделать, который действительно как альбинист присутствовал в перегоре в своем физическом плане, то есть в теме своем он там присутствовал и там собственно получил вот такое озарение самого колеса, синтеза этого. И вот как раз я хотел бы еще сказать одну очень важную деталь. Сегодня у нас петушок червы символизирует собой великолепие изначальной вибрации, которая испускается импульсом духа. Импульсом духа в созвездии окна, оно находится в мире гоним и оттуда вибрации его возбуждают и зарождает стиль понимания того, той первой импульс, вибрации как и приколепие слову и логови, которые начинают пробуждать нас потенциальность познавательной способности, Потому что в этом секторе тельца символизирует еще собой ау, вот эту великую вибрацию голоса безмолвия, или потенциальность способности постигать абстрактные идеи мира, духов и формы. Вот эта вот абстракция, она позволила увидеть объем. Царь Юга, значит, нам позволяет видеть объемность. Но, плюс еще следующее измерение, четвертое, мы уходим в пятое, это проникновенность, проницательность. И вот эти свойства, они вот этому плану, в котором мы сейчас находимся, и вчера день был черный обезьян, который символизировал красоту человека, истинного человека, которое было, в общем-то, шестым творением, да? А вот сейчас мы уходим в седьмое синтетическое, так сказать, творение вибрации, которое, вы как раз и знаете, изучающий Таймин Гридов, что седьмого состояния не существует, по сути дела, потому что оно и первое. И в основном работает основные шести, свойств качеств энергии. А седьмое синтетическое свойство – само усилие. И вот сегодня, в общем-то, и второй день, он тоже средний получается, первый день открытый, и второй такой день, и мы можем слышать действительно поступление докладчиков о внутренней сущности, которые несет сама теософия. Внутренняя сущность религии. Она и есть самая высшая религия. Вот как раз этот момент этого петушка и нам открывает эту возможность. Я говорю о Владимире Анатольевиче и о школе Тиберовской, которая открылась именно в этот год петуха черного. Это был год 93-й. Открылась такая школа именно в изучении календаря калачакры времени с учетом достижения станциалов. И школа Тиберовская, Славина Романтовича, руководителя, она как раз и систематизировала, будучи предоставив все те станции, которые вошли в этот рисок времени. Называются они планами путия. И когда мы по станциалу начинаем разбирать, и наше понимание и познавательная способность помогает нам понять объем. Вот это четвертое измерение, в которое мы, собственно, находим. И объемное видение. И есть Махаян, Великая Полесница. Теперь смотрите, мы живем эзотерически в год желтой собачки. А экзотерически мы пока находимся еще в год огненного петуха. Огненный петух, он, опять же, является тот же самый синтез экзотерический. То есть вы, каждый здесь присутствующий, в общем-то, присутствуете на эзотерическом занятии. Ну, как вы для себя это размышляете? От тонких вещах, которые абстрактные. Мы имеем способность уже познавать вот эти абстрактные, не оформившиеся, как бы сказать, эти идеи. Но они живые, они пластичные. Они обретают мгновенно любую форму согласно нашей мысли. Любую форму пытают. Вы посмотрите, как раз огненный петух, который дает Матрика Шарта. Когда вот это слово репорционное начинает в следующем секторе, вот в этом секторе несут, создавая жизнесознание. Поле жизнесознание такое есть. Поле буты, поля буты, которые связаны вот с этими импульсами. Жизнесознание, они как бы вворачивают фронтической мощью своей, вот этой Матрика Шарта, вибрации. Вворачивают жизнесознание потенциально. И сила эта, она вибрирует, создавая духовное человека, то есть одухотворяя элемент человеческой природы, будущей человеческой природы. Саму субстанцию сознания, ума человека, свет и ноль, ясность возникающая при этом. И получается, что вот этот год, в который мы вошли, эсотерический, желтый собачка, он символизирует, с одной стороны, уход буты в нервану. Состояние, будучи на земле, он ушел в этот год как раз нервану. Собачка символизирует твердость личности, которая опирается на духовность. То есть в духе. Вот собачка такого явления. Твердость личности причем, чтобы она утвердилась в духе, на высшем начале. Стихия сама земля символизирует. Вот если разбираться по-серьезному, то дема созвездия, вы видите, желтый цвет, это земля вторая. И земля вторая находится в этом воздухе весом. Вот этой гудхи мудрости, потому что земля, это не земля, в буквальном смысле слова, вот эта кристаллическая твердая, да? А это все-таки план ума. Ум, он есть земля. Потому что он имеет такое состояние своего всеповращающего момента, когда он высвечивает каждую иллюзию, каждую форму, превращая ее в определенную иллюзию. Свойство ума такого. И как раз ум наш должен быть свободным от различных форм, прежних представлений. То есть от привычного нужно отказываться в этом случае, если мы хотим личность, чтобы наша утвердилась в духовности. И здесь такой момент, я вам расскажу часть гуда, что он нам сулит этот гуд. Именно в этой точке колеса учения. Или календаря, да? Вот смотрите, то что закладывалось как противоположность, это был желтый дракон. Шелтый дракон, и Рада Ивановна на нем говорила, что это пришло время изысканных предательств. Год того земляного дракона. И эти изысканные предательства, они вот так вот длились до огненного быка. Вот изысканные предательства. Теперь смотрите, мы пришли к противоположной стороне, когда год дракона по кресту, находятся как раз собачки. И вот это время изысканные предательства, оно проявляется сейчас при закладке жизни сознания на целый круг колеса времени. Наше сердце закладывается то, буквально энергетически закладывается, как жизнь и сознание, в этом ахатическом таком явлении, или воле богов, с учетом сил шагов. Сейчас начинается, сверлиться пространство, и задевается лая церкви. То есть через это состояние лая начинаются новые явления, новые виды сознания. И если мы проживаем вот эти годы, а они будут продолжаться как собачки, и все будут противоположны до косы огненной. Напротив, у нас будет огненная. Вот это все время, до огненной косы, мы, по сути дела, будем создавать сканги, причину для этих сканг. А сканды – это единственное преподобие личности. И с учетом вот этих вот сканд, в дальнейшем может разворачиваться способность мыслительной нашей деятельности, способность чувственной деятельности нашей, чувства. И в итоге, такое астральное тело мы и будем иметь. И с помощью готового разворачивается наше физическое тело. Понимаете? То есть очень важный момент вот этого года. Вот это все время, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять лет. Десять лет мы должны быть в свободном состоянии, утвержденном на духовности нашего ума, нашей души, нашего сознания. Смотрите, как нагнетается время перед тем, как должен появиться и родиться человек или человечество. В созвездии скорпиона как раз зарождается тот человек, духовный человек зарождается там. И при этом необходимо одухотворять свое сознание, придавая ему чистоту, ясности, видения. И нам говорят в учении, нужно ясно представить себе свой путь, куда мы идем. Ясность должна быть. А ясность не может быть там, где присутствуют привычки. И вот эта инертность, о которой говорится, инертность у нас постоянно присутствует в виде наших привычек, заложенных в нас теми скатками предыдущих кругов наших воплощений, в которых мы были. В принципе, чтобы все мы здесь присутствующие, мы это проходили, каждый на своем витке. А сейчас пришли в этой саднике и собирается людей на немногу, которые действительно хотят синтезировать. Многие не присутствуют в силу того, что они разделили. Разделили единое учение Махана. Это нельзя было делать, потому что в первом томе, сразу же, еще в прологе нам говорится, на черном фоне появляется белый диск. Белый диск, он уже символизирует то великое единое, единственное всему. Но в нем же и присутствуют уже троли. То пространство, которое черным цветом было, потом отделенная сфера и площадь в этой сфере. Уже троли присутствуют. И здесь же на колесе времени троли тоже присутствуют. Три основных аспекта, которые говорят. Ну, солнце символизируется как импульс жизни или дыхание вечности абсолютно. Как прана, в итоге проявленное в нашей Вселенной, присутствует. Пространство, которое есть, в чем происходит это движение жизни. И явление самой мысли, которое в этом божественном, абсолютном сознании имеет место своего движения, начало этого движения, то есть самого дыхания. Поэтому вдохи, выдохи – все это суть единого элемента. И мы не можем разделить, если мы берем учение, любое учение, то мы должны искать связь между всеми другими учениями. Потому что так мы уже построим мир. Мы все едины. Поэтому, само собой разумеется, что учение Махат, оно устрашивается на тайной реактиве для нашего времени. А оно еще на третье тысячи лета на тайной реактиве. Именно эти знания будут постоянно проецироваться в виде открытий. Ученые будут открывать. Но хотелось бы, чтобы они всегда говорили, откуда ноги растут, и их открыты. То есть из трудов все-таки Елены Петровны. Очень много открытий сделано, и даже умалчивается от многих. Вот хотелось бы, чтобы действительно утверждали, что это взято с этой интернатомой, потому что это все-таки величайшая наука – тайная Катрина. И Акби Йога. Естественно, это этика жизни. И без нее, конечно, мы не можем никуда деться. И Игорь Ильич Доплачев говорит о том, что Акби Йога или нравственность, она действительно сцепление делает. Она соединяет. А знания укрепляет. Спасибо большое.